Это очень хорошая линия с виду. Им бы, знаешь, какого-то еще героя добрать в центр, который против вот Разора постоит, то есть, наверное, не милишного, но при этом будет иметь возможность сделать в дальнейшем соло-фраги на том же Фурионе и так далее. Хотя, подожди, что я несу? Пак же, да, мид, скорее всего? Разора Трекор. Тогда можно на кого-то Магнуса еще добирать, чтобы он здесь ходил всех бафал, давал много сплэша, и в дальнейшем он как раз-таки будет тем героем, который или укрепит их связку, или позволит, допустим, Фуриону уехать к Светпушке, и у тебя будет чем ворваться и убить его. Потому что Шторма именно банит, потому что планирует, опять же, потянуть рейм, предпушить, погонять. У нас еще очень хорошо Фуриону ловит из героев в центр. Эмбер, Штору Спирит, понятное дело, эти в бане, есть какой-нибудь, опять же, Коквер, который именно врывается хорошо. Слушай, как от Пушера можно попробовать Тинкера взять? Я думаю, может быть, Джекернаут на центр и Спектр взять? Можно Спектр, но это очень жирно будет, потому что они могут пойти даже на Триплой с вами подраться. Ставишь какого-то Фуриона в легкую линию, он там страдает, но летает. Ну вот, оставили на Квапе. Копа такая, то есть она недостаточно, мне кажется, сильная, и у нее все-таки нету какого-то стана. Ну, а здесь ключевое отличие от предыдущего пика стороны ЕГЭ, это отсутствие Фейстлесс-Воид и наличие Фуриона. Все-таки Фейстлесс-Воид для камбэка и для, там, организации хороших файтов, он все-таки более такой, ну, лучший персонаж смотрится. Так как ни крути, он может переворачивать, он может, он и в той карте, в общем-то, был тем героем, который цеплял кор-героев противника и уничтожал потом в этом воиде. То есть хроносфера была опасна. Здесь же Фуриона, здесь Фуриона так особо, ты в драке 5 на 5 не боишься. Ну, если он с артефактами, конечно, страшно, но если он обычный Фурион, скажем так, дефолтный оффлейнер, то, в общем-то, с ним можно справиться. Ну, и Рейсов такой же. Секунду, я перебью. Правильно, Фуриона не в том, что вот он сейчас там как-то опасный или когда он вещь себе, это в том, что он может в какой-то момент прикупить себе Аганим, рефреш, Вакторин и вот играть через этих сильных трендов и просто не выпускать тебя с базы. И вот крипы не приходят ни на одной из линий, у тебя постоянно давится все, что только можно, у тебя саппорты не справляются с тем, чтобы отпушить даже одну сторону, потому что там тоже щасочек финальным трендам почти никак не мешает. И тут Клопа не вывозит, если это все случится. Может быть, нужен был какой-то другой герой. Я про тот момент говорил, когда если Фейслес будут, скажем так, доминировать, если будут подниматься на хайграунт, то вот ЕГЭ-там отбивали за счет Гоида. Так, так, да, так определенно. Фурион меньше опаснее, чем Гоида. Вот, да, вот это принципиальное отличие. Просто к тому, что если будет сценарий повторяться, как в первой карте, что если действительно Фейслес настолько сильнее ЕГЭ на стадии лейнинга, как исполнители, как гангеры и так далее, то вот главное, чтобы они не наступили на те же краблинг, которые удалось им попасть в первую карту. Я к этому вел. А ССС покупает себе компендиум 1444 уровня на секундочку. Неплохо так вложился. Очень похоже на то, что делали С-Трипл-Си и Юнайт. В плане. У них тоже были такие мощные. Да, у них там тоже, у них суммарно командный 4444. А что-то не обратил просто внимание. Ну да. Да, Натя, Никил. Так призывает призывок. Жиггернаут с вардом приехал на шоу. Зай ушел в инвиз и все. Как бы вот жиггернаут есть и он никого не видит. Даже хочется, наверное, топорик купить и просто начать рубить этот лес, чтобы Зай не мешал. Но он ставит очень агрессивный, очень наглый вард. Посмотри, вот этот. Идешь и можешь споткнуться в него. И не знаю, даже тут он или не тут. Кстати, XY пересел с суппорта, а с суппорта на керри, а вот эти повадки с суппорта они остались. Быстро купить вард, сделать ТП, поставить вард. По итогу он, вард потом нацию передал, который прыжком сюда прибежал. Ладно, такие забавные моменты. Что по виженам, видим, здесь еще был вард установлен. Это уже со стороны ЕГ. Вард, кстати, в центре поставили, спаун заблочен был, для того, чтобы сам Дарксир не уфармил в этой точке. А, ну и Блэкнэк в АПС играет, да, ребят? Тем, кто только потянулся, напомним, то, что у Фейслес произошли изменения, но изменения не игроков. Игроки остались те же самые, они просто ролями сменились. И теперь Джабс, который радовал нас, своим исполнением в центре, этот молодой тайский игрок сейчас будет, и уже исполняет на четвертой позиции, в качестве роумер отрабатывает. Но его место занял Блэк в центре, а, соответственно, вместо Блэка на керри играет XY. Не поменяли свои позиции, только АССА и Натс. Натс суппорт пятой позиции, АСС оффлейнер. Так и осталось. Мне кажется, что все-таки это прикольно, что они так делают, лишь бы старые роли не забывали, потому что в какой-то момент, например, тебе нужно будет Тинкер, и Блэк такой, ну, я, например, на нем плохо играю, и у них будет игрок, который сможет пересесть и также исполнить, и они от этого не просядут. Это правильно. Но пока таких героев мы в исполнении Блэка не видели. Может быть, и Блэк на Тинкере тоже хорош, кто знает. Может быть. Блэка мы еще не видели. Блэка, я уверен, полноскрик талантов. Этот может удивлять. Ну что, триплы в Хард отправились в Фейслесс, вот так вот постараются поднапрягать Юниверса, но, в общем-то, здесь они, возможно, планировали обнаружить чужую. Точнее как, они пытались убежать, так понимаю, триплы на верхней линии, и убежали. То есть нашли они Юниверса на легкую по итогу. Ну, а Дарксир, соответственно, будет стоять на верхней линии, давать Айншеллы против. Ну да, вроде и нормально. Там в центре пришел тренд, не дождался курьера, сидит, мешает, стоит, точнее мешает, бьет уже по этой копе. Ну и очень больно, когда тебе вот так вот на 90 летает, поэтому здесь Блэк вынужден немножко потерпеть, но линия давится, поэтому свой опыт здесь он должен будет получить. Опыт, да. Это фарма. Потому что Смайл пошел под вышку, и тут крипов еще пытается донять. Не всех крипов удастся Блэку забрать, еще и вышка, видим, активно мешает. Пока Блэк по крипстату немного просел. Ну ладно, в принципе, там 3 на 1, 4 на 2, идентичные показатели. Ну и не продолжает подошваться. Теперь можно мешать в другую сторону, если захотеть. Ну, Сландер, да, может перетянуть. Сильный проседает, пытается прохарасить, накидал, и что-то вот со здоровьем в итоге у него проблемы, а не у Дарксира. Ну, держит одну способность на возможность вкачать, в случае чего будет. Потребуется и каруставь, чтобы спастись. Он его вкачает, соответственно, если нет, вкачает. Санрей возьмет себе. Есть опции. Так, ну пока все спокойно на линиях. Тренд перетянулся в итоге на низ. Сделал отводик один. Сейчас линия будет пушиться уже в сторону ЕГЭ. Иксвай не будет так комфортно стоять под вышкой и крипов добивать. Ну, суппорты у Фестас пока не активны. Но вот разве что Джаб сейчас взял инвиз и попытается, возможно, на кого-то выехать. Есть у него сапог. Хочется, конечно, где-то подворовать экспы на уровень 2 и, в общем-то, уже бегать побыстрее. Тут просто тяжело будет куда-то выйти, потому что он и в боте можно на сентрак наступить, и в топе можно на сентрак наступить. А в центре пак тяжело его убивать. Опять же, уйти его помощник в центре без какого-то доп-дизейбла, поэтому пак обычно если не тратит торбу в пустую, может всегда уехать из-под стана. Ну, даже если не убить, то поднапрягать, конечно, сильно можно. Сейчас попробуют на тронта, возможно, напасть Джаб здесь. Краша выписывает. Зая начинает бить. Ставится Кинетик, Тандерстрайк. Здесь же рядом XY, Блэйд Фьюри. Зая старается оторваться, уйти. Не получается этого сделать, и Фейслесс проливает первую кровь. Ну, все, теперь сразу же перетяжка на топ пошла. Может быть, Курьера перехватить, но третья минута, и Курьер сразу же поднимается в воздух. Подловить его будет уже не так просто. Но Сумаил нападать тоже не получится. Можно подловить пак, если сейчас Блэйк нападет. Довольно плотно можно подраться. Надо развести на Иллюзорерп, прежде чем нападать. Для вас вверху оборваться в него и убить. Так-то не получится, наверное. Думаю, там Иллюзорерп просто уйдет. Ну, такой он уходит в сторону Слардара, и там Слардар такой, оп, говорит, здорово, и... Под вышкой? Ну, как бы, да. Слардар 5 армора на один из тех героев, которые неплохо могут вышку танчить. То есть ты себе можешь позволить, если ты уверен, что ты убьешь. Вот, вот, они дождались. Дождались, правда, папа, хорошо, и выйдет в последнюю тычку. Есть Блинк, потягивает теперь Слардар, хорошо, отменяет Акраш, чтобы Сумаил использовал Шифт. Сумаил Шифт использовал. Теперь можно пробивать сроки, Тундерстрайк, или Зориорп еще один, Блэк, Фэрифайр использует, тычку ловит, ну, хорошо Сумаил отыграл в этом моменте, просто превосходно. Просто максимум сделал из возможного, клопа несколько раз сбивалась, там и Ботлом, и Блинк использовал Фэрифайр, тем не менее, Сумаил первым убивает Блэка, только лишь потом Блэк добивает Сумаил. Красавчика, не теряется. Хаса. Возвращает сразу в центр. Все в порядке. 2-2. Останавливается счет, а на стеренем Дарксир на верхней линии где-то умудрился погибнуть. Как это получилось? Он погиб от Крита. Вот так вот, Феникс, я так понимаю, вместе с Фурионом его сошли. Ну и тут же Джабс старается Криту отомстить как-то. Так, садим до конца, Краш откажется через секунду, буквально тычку выдает, есть минус, Артизи старается перехватить Джабс, сюда же Фурион прилетает, но Артизи хватает его второго Плазма Филда. Накрывает Слардера, Слардер тоже покипает. Начинает активно очень хорошо передвигаться по карте Джабс. В центре уже помогал убивать Сумаил, но топ перетянулся Торрента, забрал. Пытается делать полезные вещи. Ну и снова в центр перетяжка, Абуз Ботла идет, ставится Варда тем временем, ну и Натс готов кого-то перехватывать. Брат кого? Непонятно пока. Где-то там между вышки бегает, есть у него в центре Вард, но сапог себе еще не нафармил. Не может пока найти себя на карте. Хотя Джабс потянет, сейчас два вот этих суппорта вновь попытаются, возможно, на Сумаил напасть. Сумаил с двумя нольталисманами, со стиками, шестой уровень уже, ну, взять его будет сложно, краш не точно от Джабса. Ну и тут вряд ли что-то получится уже. Ну что, вниз можно возвращаться. Там Юниверс вместе с Зайом. Зай, наверное, сейчас самая легкая цель для убийства. Героя, которые толком эскейпа не имеют. Да, конечно, есть возможность как-то в инвиз спрятаться, но и в центре. В центре, бэдфилл, раскручивать, не знает, куда отступать Зай. В итоге Зай погибает. Но Сумаил соло блэка разобрал, ну вот так вот, через Дримкоил. Переиграл Сумаил своего Визави. Еще и вышку могут запушить. Ой, тут Катапульта. И глава поедет через 3 секунды. Правда, пытается, может быть, ввести сейчас крипов на себя, но вышка будет очень серьезно покосна. Ну, Блэк вроде бы успел вернуться. Правда, потягивает серию Юниверс. Спруты ставятся, есть пеньки. Блэк получает Саленс. Блэк под Саленсом сделать ничего не может и погибает. Даже не попытался Боттл разок-другой спить. Понимал, что дэмэджа слишком много будет залетать так часто. В итоге теряют Блэка и при этом при всем еще теряют вышку по центру. Ну и начало, конечно, у ЕГЭ очень хорош, особенно у Пака. На топе попытка забрать Айс Айс Айс, он просто бегает на Сюрджа. Хотя, Зайк готов перехватывать. Есть у него там Лич Сид, он его использует, но не более того. Айс Айс спокойно сваливает. Полторы тысячи преимущества от Эвил Джениусас. Ну и Блэк. Блэк, которого все-таки вначале загнобили довольно серьезно. Просто обратите внимание на Нетворсы, двух мидеров, 3200 у Пака, 1700 тем временем Квин оф Пейнт, то есть чуть ли не в два раза переиграл Сумаил своего оппонента по линии. Мы видим, что центр особо уходить никуда не собирается, то есть продолжает давить на Блэк. Ранний Вейл, возможно, появится у Сумаила, Блэк тоже хочет выйти, я так понимаю, в Вейл, но появится намного позже. Ну если вдруг что-то не изменится, если вдруг каким-то образом сейчас Фейслесс не начнут убивать этого Сумаила, я правда не понимаю, как это сделать. Второй Гримс дезрактор. Им особо-то нечем. Нужен какой-то Сайленс, наверное, чтобы вырваться и убивать его. Статик Шторм нужен. Да, но нужен шестой, то есть надо как-то вылить линию, а из-за того, что Пак очень сильный, ты не можешь вылить линию, потому что он вот так будет рваться. Хотя вот сейчас, может быть, на ошибке удастся поймать, за рвы. Есть еще ульта Фуриона и похоже, что он просто заберет с собой и Джабса. Да, Сумаил превосходно отыгрывает. Наци, точнее, пардон. Человек-то как-то Блэк странно сыграл, то есть он пешком бежал в сторону разрыва Дримкойла. Что Шрайна и в итоге не порвал. То есть на самом деле можно попытаться блинкануться, получил бы то же самое дэмэдж, но его Пак бы не бил с руки, и там ты шайни как-то отбиваешься. То есть варианты были, а в итоге сейчас у нас еще и СССР ошибается, тоже погибает. Ну, кстати, вот в этих моментах и прослеживается неопытность Блэка, например, на некоторых героях центрального коридора. То есть если вот на Шадоу Финди был неплох, только потому, что он когда-то там и на Лёгкой на Шадоу Финди отыгрывал, да, у него был опыт, то вот на Квин оф Пейн что-то какие-то проблемы чувствуются. Ну, опять же, я уверен, что он какой-нибудь совершенно случайный паблик может катать на СФ, и это вроде как герой, у других героев. А Квапа все-таки герой, вот, на котором надо много практики иметь. Здесь нельзя просто так стать и стать лучшей Квапой на свете. Поэтому Сумаилом проигрывает их свайте временем на крита, у меня слэш, после Карус Дайва забрали Феникса, Феникса был пятый уровень, нам Супернова просто было не дать. Да, ну и Сумаил получил свой ранний Вейл, в то время как у Блэка все еще нет второго нулика. И Сумаил, конечно, уже 700 голды сверху имеет к покупке предстоящего Блинк Даггера на 4500 натворства, 2300 у Блэка. И Сумаилом сделать сейчас вообще ничего не получается. Джабс, ну а то что сможет сделать Слардер без Блинк Даггера? У него 1100 голды, Джабс старается выйти в ранний Блинк, но его все еще нет. А Дезераптор все так же еще по уровню четвертого. Вот рассказ на 5 Блэка. Я чертюс. Это Баус Блэка, который сейчас опять погибает. И у него именно в паблике за последнее время, 1, 2, 3, 4, 5 СФ было и 4 Квапы. То есть на самом деле тренировал и того, и другого героя. Поэтому, возможно, просто с СФ у него получается лучше. Но не тренировал. То есть люди некоторые вот в центре, они отыгрывают большее количество матчей на своих сигнатурных и столь необходимых персонажей для Продона, про сцены. И ты инвокера тренируешь Квапу, тренируешь Пак, тренируешь Эмбер, Спирит, он должен много катать. А Блэку там вот пару игр там, сыграл пару игр тут. Ну, в общем, понятное дело, что они тут тоже сапливаются. И после этого у него еще не хватает терпения. Он снова там Ликантроп, снова Хаус Найт. Рейтинг, видимо, все-таки пропадает. По-всякому, да. Была история по мозгуовой или с кем-то еще, которого говорят, типа, ты иди потренируйся на каком-то герое. На вапере, например, 100 игр на рейтинге, и он там 1000 ПТ слил, пока ты. Потому что ему искали, типа, только в ранг еде. Ну да, здесь такая же ситуация. Блэк там послевал на КвП, на Шадоэ Финди, а потом ты крышал тому, и шликатороперезик поднимал. Если тебе интересно, он действительно проигрывает в основном на вот этих героях. То есть, SF луз, SF win, Квапа луз, Квапа луз, SF луз, Квапа одна победа, вторая победа, и потом SF еще раз луз. Ну да. Прогреша очень много. Так, теперь мы Сумаила пытались вернуть, стал шифт, получает краш. Нету, кстати, маны, но есть 13 стиков, он может отспожить, но браги его просто сдувает вместе с XY. Ну, 5 героев здесь от Faceless вынуждены были собраться всей толпой, чтобы Сумаила разочек-то и принять. Sonic Wave потратили, Static Storm потратили, ну разве что у меня Slash только не использовали. Но очень много ресурсов было потрачено без этого пака, заработали, конечно, 1000 голды в разнице, но и Сумаил сильно, конечно, из этого не пострадал. Купил себе Travela, кстати говоря. Да, не Blink, но 100 у Travela, Vale имеется, Sticky Bottle, то есть все в порядке. Тем более спокойно, артизий на верхней линии фармит крипов, его вообще никто не отвлекает, его вообще никто не трогает. Собирает себе вот такие бюджетные артефакты на команду в виде Аквилы, в виде Drum of Engineers в будущем. Ну и все, потом пробить этого Razor будет очень тяжело. Не возьмешь его прокастами к воппы, ну разве что только через Omni Slash как-то пытаться под коррозивхейзом джапса пробивать. Ну и то тяжеловато. Если ты на самом деле вот и кидашь его крозивхейз и получаешь Unstable сразу в лицо, то есть ты уже не двигаешься, тебе уже больно. Потом Твагизатор два скила кидает, то же самое. Проблема у Куапы, если там надо коррозивхейзом, то тоже получаешь в ответ. И герой-то будет очень жирным. И даже вот это все, ты его вкидываешь, и какой-то рейд, ты его просто не вежешь с того, что ты в пудже находишься. Он еще плюс ко всему будет под лиминг-армором тренд протектора и еще и под пассивкой своей, соответственно, попробуй. Да, и возможно еще и под лучом Феникса будет стоять параллельно. Жесткий герой-танк. Да, но тот самый. То есть если ты посмотрел Блэмбер последний, ну я не знаю, там с вами испарял, я думаю, ты смотрел. Империя вообще любит сейчас Разора брать в своих играх, и много раз они его используют именно как такую живую машину для убийства, у которой 4000 хп, 4500 хп. просто очень много жира и герой стоит с большим количеством урона. Опять же сейчас новая ульта, которая пытается в первую очередь бить того, с кем слинкован герой, пытается, ну появляется сразу, тоже делает его довольно приятным в плане нанесения быстрого урона. Все так, ну с другой стороны надо понимать, то что Evil Genius таких вот изначально запланированных героев нанесения физического урона просто-напросто нет. Посмотрим, взять атаку, крита, крита пытается, статик шторм, кинотик филд ставится, да, это минус. Пытается, возможно, Сумайл отомстить, но не получается. Так вот, ну то есть там Разор, конечно, может перекачать, кстати, клинком себе дуроны побольше сделать и бить с руки, наваливать, но это все еще, например, не Джаггернаут, который изначально был создан для нанесения огромного количества физического урона. И в этом плане потом Фейслес как-то под коррозией в Хейзом, раскачанный Джаггернаут, он действительно может просто передомаживать. Так-то да, но опять же, есть проблемы все еще с Фурионом, так будет болезненно пробивать. Но его будет тяжело забрать. Да, да, все верно. Все верно. Фурион может стать тем самым как раз таки дэмэдж-дилером, персонажем, который будет врываться в драку и давать урона много с руки. Но пока тоже купился барабан. И, кстати говоря, двое барабан у ЕГЭ, получается. Есть Вэйл на команду, Маквилла имеется, медаль копает Солар Крест. Ну, в общем, так можно пятером собираться. Смотри на этого, Джаггернаута. Хорошие спорты, кстати. Ограничивают движение X-Wire. Пытаются взять ТП, слишком много Артизи урона. Да, там 196 ворованного, чужого. В результате там три сотни сейчас. Драться не просим. Вообще не хочется. Джабс, правда, подошел и пошел под Sonic Waves. Рассказно пытается взять есть вакуум. Хватит ли урона? Юниверс таки падает, а Артизи на развороте начинает пробивать. Плазма Филд лишает жизни двух героев. Блэк тоже страдает. Ультра килл Артизи. Рэмпэйдж бай Артизи на 20 хитах. Аплодисменты. Не хватило урона. Вот капельки урона не хватило. Чуть-чуть не повезло Фейслесс. Ну вот прям вот совсем немножко. Вот, ну не знаю, что-то у страйка одного элемента. На самом деле, знаешь, чего не хватило? Не хватило того, чтобы просто начать пиралку чуть-чуть позже, потому что в Инвизе был Флордар под ДНС-счетом. Он мог просто пробить пару героев. Ну да, да. Вот буквально полосекунды постой и Разора бы добила. Ну тут, да, тут Тендерстрайк Дизраптора пусть был лучше прокачан в 3, а не в 2. Шадоустрайк от Квиннов Пейн в 3, а не в 2. Ну вот, минимальный урон, который бы просто добил Разора, но его не хватило. И в результате Артизи получает огромное количество денег. В топ-1 вырывается по деньгам сразу. То есть вот ты идешь, у тебя ничего нет, в итоге покупаешь Яш и 1200 голды сверху. Это жестко, да. Когда тебе 2 туза в руку пришло и ты сидишь и еще 2 туза прямо сразу. На флопе, да, да, да. И ты байкишь. И ты 3 на риэль. И просто у тебя... Нет, даже такая ситуация, то есть он на волоске висел, там у твоего оппонента тоже там 2 туза, 2 короля на столе, у него там тоже 2 короля, он думает, что все у него там. Да, все хорошо, но на самом деле нет. А ты на 5-й его ловишь там и все. Ну такая ситуация была в Артизи, у него там 20 хп оставалось, он развернулся, убил всех. Тяжко будет, 7500 уже проигрывают фейслес, 16-ая минута, 14-8 и... Жесть, конечно, воодушевленные ЕГС сразу же прожимают смоки, хотят драться еще и еще ультимейты. Но практически у всех откатились, там у крита 10 секунд на появление суперновой. В центр атака снова Блэк. Блэк с Вейлом в этот раз хорошо помогает джаб с блинком. Блэк спасается, вроде как. Нет, сгорает, все равно сгорает. Вакуум валаф реплика. Поддержать вакуум валаф реплика просто нечем. Крит устанавливает супернову. Пробуют ее пробить. Да, разбивают ее. Хорошо. Сумаил у меня слэш ловит. Сумаил, шифт спрятался. Дальше что? Тоже погибает шифт. Мнезо. Это хорошая драка для фейслес. Тем более еще можно Зая подловить. Коррозив есть на нем. Висел, во всяком случае. Теперь уже нет. Зай, Зай, пытается спрятаться. Зай, Зай, Зай. В инвиз. Хорошо. В центре ставится. Зая видно. Зай не туда пошел. Зай получает коррозив. И все. Тут уже не уйти. Зай. Минус три. Минус три. Фейслес в этом размене очень даже неплохо. Но это разовырание было в драке. Это же проблема ЕГЭ. Фейслес все равно молодцы. Это потому, что ЕГЭ без разовыраться пошли. А, яйцо заданное было. Слушай. Серьезно? С ума сошли. Ну, Сумаил. 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 Я этого даже не заметил. Я что тоже. Ну, подсказали наши зрители. Спасибо им за это. Так, ну, неплохо Сумаил вообще, конечно, отыгрывать на 5 с плюсом эту карту. Хоть и погиб, но не отдал крита противнику. Он убил его сам. Тогда вроде бы и размен 0.2 не так плохо. Да, действительно. Ну, так смотришь, пенотворост они сильно отыграли фейслес. Они, конечно, немножко взяли своих денег. Но Блэк, Блэк погибает. Сколько там у Блэка? Блэк. 1.7.3 с мид, а Блэк, ну, никуда не годится. Не нравятся нам такие мидеры 1.7.3. В прошлой игре вот он был лучший в своей команде в этой игре. К сожалению, пока не так хорошо у него все получается. То есть Сумаил явно себя получше чувствует. Ну, если бы это наспрос, то почти в два раза. На протяжении всей карты, кстати говоря. Но ПТ-шка появится, Квинов Пейн станет чуть-чуть мощнее. Может какие-то рейн-дропы себе прикупить, чтобы не так больно залетал от пака с его прокастом. Так там, видишь, не только что от пака залетает, там тот же Феникс его прожигает. Потому что Дискорд, который собрал покапает по обсуждению каждого героя в команде. А Феникса это он очень сильно бафает. Опять же, он берет 10-ый, берет доп к получаемому опыту и потом на 15-ом. Или 150 гпм или 65 урона к Спиритам, что суммарно там накидывает вообще какие-то не смешные цифры к его урону. Как для таланта. Потому что с каждой птицей она еще висит же 4 секунды. Так, атака под Сержем, возможно, будет Омни Слэш в наклоне на Артизе. Так, ну, половину здоровья снял. Дальше, кстати, Клинк работает. Вернули на Глимс. Вакуум, Воллов, реплика недурно сыграно. Соник Вейв туда же успевает. Крит поставит. Суперновый на развороте падает. Фейслес комбинация у Фейслес действительно была неплохой. Действительно четко отработали, но демеджа не хватило. В итоге 4 героя у Фейслеса уже припатили. Все выжили, нажали свои ульты. Ну, на самом деле, убит Феникс или убит Торанта и все было совсем иначе. Они не убили ни одного, ни второго. Еще раз 4 просто начинают идти вперед. Вот тот самый Бёрст. Ну, вроде все было. У меня слэш был, конечно. Там по Рейзеру, но там не важно было. Там важно было соинициировать и потом на Глимс посадить. Соник Вейв был, статик шторма не было. Всех пятерых подвязали и в корне, и в яйцо. Так что тяжело было что-то придумать. Ну, вот статика не хватило. Не убил сразу. Не хватило дизраптора, который бы дал свой ультимейт. Наверное, да. Потому что если бы все это дело поставил, никто бы не смог нажать свои клавиши. Все верно, но вот не хватило дизраптора. Так бы, конечно, комбинацию здоровскую проявили фейслес. А по итогу в очередной раз пострадали, в очередной раз нафидели противника и в свою очередь ЕГЭ уже давит Тир-2. Собираются вместе фейслес вновь и комбинация была провалена. Полностью провалена. Теперь уже нет нестатик шторма, нет вакуума. Знают об этом ЕГЭ и спокойно. Артизи просто прогоняет оппонента куда-то под Тир-3. Куда-то на его базу. Чтобы он не подходил и не защищал свои вышки. 12 тысяч преимущества. ЕГЭ 19-10 по фрагам, 20-ая минута. По экспедам тоже около 10 тысяч. И артефакты прибавляются. Серьезнейшие артефакты. Юниверс. Затеял купить себе Саленс после Солар Креста. Это сильно. Артизи Огр Клап, я так понимаю, в БКБ. Ну почему бы и нет. Еще на статы, еще на выживаемость. Ну, с моим с Блинком. Тоже не взять Крит, видимо, с Куда Дефайнс. На Фениксе. Ну, мы, как уже подмечали, Феникс тут важный левел себе поднять. Взятие ГПМ какой-нибудь. И вот эта вот стратегия как-то не смешная, да? Вот когда у Пака есть 420 ГПМ на 25-ом уровне и у Феникса есть 120 ГПМ на 15-ом уровне. 150. 150, извините. Но это прям слишком какие-то халявные деньги из ниоткуда. У Трэнта, кстати говоря, на 15-ом 90 ГПМ. По-моему, ЕГЭ что-то поняли про этот патч. ЕГЭ может и поняли. Непонятно, почему такой разброс? То есть, неужели настолько редко брали Феникса по их мнению, что его вот так вот надо было лапать? То есть, дают халявный способ получить 15-ый и нереальный буст. Причем, вот один из тех героев, где действительно облизываешься на левый и на правый талант. Ты опять же смотришь на этих птиц, когда они начинают бить не по 70, а по 135. Каждый висит 4 секунды. У тебя 4 птицы. Ты понимаешь, что ты там 2000 урона можешь ими нанести. Все соблазнительно. Ну, очень даже при этом по подрезу противнику 140 скорости атаки. Опять же, можете посмотреть последнее видео от НС, все дела. Как раз этот момент рассказывается, как это работает. И 140, это очень приятная цифра. Причем, мне нравится, как вот именно Феникса есть слаженность и взаимосвязь между талантами. То есть, ты берешь на 10 уровне себе талант, который помогает себе получить быстро талант на 15. То есть, вот настолько прям все хорошо у Феникса. Тут XP подбери, там денег. Хороший пример обратного это Тускар, у которого есть замечательный талант на Экспириенс и вообще бесполезный талант, как все остальные. Кстати, Сладар вообще сильно мог ошибиться. Залетел на Рейзера, конечно, не самая лучшая цель для атаки. Там Ливинг Армор, у меня слышно, что только прописывается по Зайу в основном. Но XY на развороте по статик линкам XY его просто убивает Артизи. Над захватают те временем в Дрим Койл. Там неплохую комбинацию провернулась, в взамен. Теряют четырех героев и, возможно, потеряют еще и Джабса. Это минус пять богоподобие от Артизи. Делает дабл килл и полное уничтожение Фейслоса. Китайский талант использует тоже неплохо. Да, ну тут, конечно, взяли свою карту в руки. ЕГЭ все прям хорошо исполняют. Все началось, конечно же, с Сумаил из центра. Потом уже и перенеслось на остальные линии, где идет тотальная доминация. У Фейслос дважды были на краю. На волоске. На волоске того, чтобы выиграть драку. Вот такую прям в салат выиграть драку. У них могло быть все хорошо. Две драки и вот чуть-чуть повезло ИГЭ и там, и тут. И по итогу такое преимущество. Плюс четыре призываемых хента. Сейчас должна быть музыка, как в челюстях. Нагнетающая. Покажите нам этого этого Фуриона. Но он сломал весь лес. Получил не девять рентов. Просто леса не хватило. Слишком мало деревьев. Не в той области вызвал. Ладно, он быстрее фармит. Так, ну что, вопрос в следующем от ИГЭ. То есть, когда они захотят подняться на хэкран, так понимаю, других вопросов у них в принципе нет. Внешне все сломали, а ИГЭС есть. Мне кажется, было бы неплохо. Урона по вышкам возможно будет не доставать. вот так. То есть, нет там изоляторов каких-то, дебафов на вышку тоже нет. Но он планирует лишь собрать Иганим. Может быть, дотерпит до этого момента, потому что вот у него появится возможности хорошо пробивать вышку с его уртой. Кому же 18 уровень тоже вот он буквально прямо сейчас появится. Ага. Да, есть смысл подождать тогда. Не торопиться идти вперед. А вдруг удастся и так зайти, попробовать хотя бы то есть атак. Именно вот есть интересный выход как в дальнейшем если вдруг сейчас что-то не пойдет или они не все сломают, как улучшить именно свою пуш-стратегию. Побаивается возможно еще и комбинация от фейслесс. Как ни крути, так они неплохо это делают. Так, на середине Заяна ходят по центре. Появилась у того же Разора. Тяжелее, тяжелее. На развороте смотри, нападают на Блэк. Саленс от Юниверса. У Блэка нет, и на байбэк. Артизи правда БКБ что-то проживает. Ну, минус БКБ. Минус БКБ. Ну, с пиньками можно. Вот тот самый пуш-потенциал за счет огромного количества пиньков. Каждый по удару нанесет и вот вам тебе улыбится. Ужасы, смотри, на них так много. Они такие страшные все. Надо как-то их уничтожать. Натс, третий Тундерстрайк. Небольшой Мауе, конечно, их пробивает. Не хватает. И это еще даже не обнутые 25-тринты. Он стоит и танчит. Нападать на него не хочется. Уже несколько раз пытался это сделать Джекернау. Давал он, не слышу, просто потом погибал. Ну что, видимо, это минус Бараки по центру. Фейслес не знают, что делать. Придумают какой-то план интересный джабс, чтобы со спины зайти. Мы дождались квапы. Надо сейчас как десаптеру скомбинить со своим другом. Но, к сожалению, все очень далеко стоят. То есть, обрываться в парня с Ивейдом и в парню, у которого есть ВКБ с Эйгисом. Обрывается с теверением джабс, получается сразу Сайленс. Сумаил контролит. И Сумаил, дальше Сумаил с Сайленсом Сайленс. Все верно. Вейл. Дальше еще одна святыня успевается. Короче, в кейс повезили. Пак просто уходит на Элизори Орб. Артист даже не особо-то и стремится куда-то убегать. Он даже будет рад, если в него потратят климс, там, статик штор и прочее. Короче, комфортно. Забрали верхний. Рисовал план. Центр, извините. Грид о том, что парни на стол типа толп давится, бот давится. Давайте как-то аккуратно отойдем, чтобы можно было растопать. Собственно, они так и делают. Даже не стали бить Шрайна в этот раз. Именно просто расходятся. Ушитление. Ну и, например, просто пойти по топу. Потому что муж был удачным, вышку сломали 3300 на руках Гуразора. То есть, можно или продать барабаны на Маквиллу прямо сейчас купить себе Аганим. Или чуть-чуть доформить. Синсот голды, вот он уже, я смотрю, в Курьера там планирует догружать. Блэк там терением в центре пытается стартить, отбиться. Да, ну дождутся Аганима. Все еще будет действовать Эгис какое-то время. Ну и аккуратно крайнюю из линии выбираем любую. Верхнюю, нижнюю, неважно. И поднимаемся на хайграунд. Ну а Сумаил по излюбленной стратегии будет покупать себе, конечно, тагоны. Причем он уже 20 уровня. У него уже дополнительный урон способностей. Но таким тэпом в 25 он очень быстро отпушил бот, причем и на тревелах подправляется. На центральную линию еще. Там подавить немножко. Вообще не дает с базы выйти. Я даже не говорю, нет, аганимный фурион и, похоже, джабстар ошибся. Там пришел напасть. Еще раз повезти ульт и не пошло. Оказалось, здесь слишком много героев. Минус лардер, байбэк, конечно же, имеется, но все равно, все равно, конечно же, на хайграунд будут подниматься прямо сейчас Evil Geniuses. Аганим уже летит. Вот он в Курьере. Пытается догнать Разора. И после этого можно будет подрубать Айзо Шторм. Так, возвращается Артизия ганим. Так, можно переложить, перекладывает. Еще 5 секунд подождать. Глифа нет, кстати говоря. Ни то не дефает, может быть, и не стоит нажимать на эту сторону. Не, нажимаем сразу. Айзо Шторм подрубили. Ну все. Теперь нужна последняя комбинация от Faceless. Иначе вы очень быстро лишитесь бараков и потом уже против меня крипов. Комбинируй, не комбинируй, а игру не вытащите. Давайте Faceless, собирайте и бой. Время последней комбинации. Да, да. Так, ну вот, может быть, уже без Натса, правда? Нет, ладно. Возможно, без Натса. Натс выживет. Пока живет. На низ перетихонечку передвигается Артизия плюс его команда тоже же за ним. Неужели отойдут? Неужели просто будут возвращаться? ЕГЭ. Как аккуратно-то играть, да? Хотя 2-0 выиграть прям. Уверенно. Да, ну, выиграв сейчас, я вел Джениус вторую карту, доведя ее до ума. Они, конечно же, сразу отправятся играть полуфинал. А против кого пока непонятно. Третья карта Invictus Gaming Clutch Gamer стартует только-только на первой нашей трансляции. Самаил продолжает развлекать противника, уходя на Блинк Даггере. С-под различных неприятных нюков даже вчетвером подловить этого пока не получается. В то время Артизия откатился уже Айза Шторм. Так можно прям нажимать. Вот-вот они Тренты, которые потанчат. И крипы в центре зашли, получается, тут сделать вообще никак. Нагоны поднимаются, прикупаются себе, улучшаются. Ну а здесь третья вышка падает на бараке. Дальше Артизия переключает свое внимание. Готовы все способности у Faceless. Готовы, видимо, сами Faceless. Ну что, Кинетик поставили. Артизия просто в наглую идет вперед. Кстати, Клинк в их свая. Очень много урона высосал. Лишний демэдж. Теперь Джабса будет пробивать. Джабс просто погибает. Есть байбек, конечно. Но тут Натс погибает. Так же вот у него байбека нет. Он оценит байбека. Где-то ГРУП. Так они дали еще одну комбиношку. Так и не получилось у Faceless. Ну, как-то уж просели, конечно, Faceless после того, как первую карту проиграли. Наверняка какая-то такая неуверенность в себе возможно возникла. Возможно просто непонимание, что же такого произошло в карте по номерам 1. То есть вот по морали это очень сильно бьет. Когда вы доминируете, когда вот, казалось, победа у вас в кармане, вы просто не можете что-то сделать. Казалось бы, банально из этих игр с преимуществом проигрываете карту. А на второй уже ну, как-то вся концентрация теряется. Блэк очень плохо отыграл в центре. Прям невыносимо плохо, конечно. Какой у него КД конечный? Хочу посмотреть. Ну, 2-9-3 на клапе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...